Тахтакупыр, Усп, Тахтакапир, Тахтакупир, Каракалп, Тахтакапир, Тахтакпир, поселок городского типа в Каракалпакстане, Узбекистан. Центр Тахтакупырского района. Поселок расположен в 53 километрах к северо-востоку от железнодорожной станции Чембай, на линии Наймань-Куль, Чембай. Курганча, городище Курганча находится в 17 километрах к востоку от районного центра республики Каракалпакстан, города Тахтакупыра. Этот памятник известен также под названием Кублан-де-Кала, поскольку в народных преданиях он связывается с именем эпического героя Каблана. Городище Курганча расположено в пустынной местности севера, востока и запада оно окружено мощным песчаным массивом, закрепленным растительностью. С юга к памятнику вплотную примыкают заброшенные поля. Курганча, топографический план и схема расположения раскопов в 750 тысяч метрах к северу от Курганчи в широтном направлении проходит прекрасно выраженное в рельефе сухое русло Караколь. Периодически затапливаемое сбросными водами окрестности поселения Курганча. Условные обозначения 1. Песчаная гряда 2. Сухие русла 3. Росыпи фрагментов керамики и выходы развиваемых зольных слоев В 2000 метрах к югу проходит еще одно сухое русло Каргабай. Оно также выдерживает общее широтное направление, но в рельефе выражено менее отчетливо, чем выше упомятое. Русло Караколь Каракули более мелкие русла, соединяющие их Каргабай, Сосай, Лаузан и ДР. Все эти русла густо поросли гребенщиком, причем в ряде мест гребенщик тянется узкой полосой, отмечающей сравнительно недавний рез вод. Берега русел, как правило, обрывистые, русла почти не развеяны. Все они входят в систему Куваныш-Джар-Минского направления стока при Аральской дельте Амударии. Общая площадь городища около 18 г. Городище представляется нам с очень интересной планировкой, так как общий комплекс поселения складывается постепенно, изменяя свою конфигурацию в каждый отдельный период существования. В истории сложения и развития городища Курганча первоначально была запланирована под единой системой строительства, но со временем эта часть городища с регулярной планировкой ограждается валом. В результате внутренняя часть поселения огромной площади остается незастроенной. В дальнейшем образовывается восточная часть, а в южной части появляется массив домов. Но почти вся регулярная часть планировки городища, огражденной валом, гибнут в результате большого пожара. Впоследствии этого пожара Курганча теряет облик единого комплекса. Этот же пожар отразился и на восточной части поселения. Все события, связанные с пожарами и вся строительная история зафиксированы многолетними археологическими изучениями поселения Курганча, который датируется 7-1 половиной 8 века. Но самое важное и интересное для нас было открытие к югу от Курганчи на расстоянии приблизительно 1,5 километра зафиксированные остатки огромного неукрепленного ронекердерского поселения со следами легких, вероятно, временных жилищ. Полевая учебная археологическая практика на памятнике Курганча была проведена в 2008 году, где практиканты под руководствами археологами кафедры истории добились больших результатов от раскопов заложенных на городище. Был получен комплекс керамики, бусы и очень характерный для 7-8 века огромный хумистатус поселка городского типа с 1984 года.